Мы раз вообще ничего не знаем, ничего понять не можем. Нас уже вели, полностью адаптировали, познакомили с русскими мальчиками из России, который был нашим путеводителем буквально первых два дня. Когда мы пришли в школу, мы просто опоздали на неделю на занятия. Нас уже встретили с распростертыми объятиями в школе. Мы приехали чуть раньше начала занятий. Мы сходили с помощницами, с нашими кураторами, можно так сказать. Сделали себе полностью, зарегистрировались в полиции, сделали open-карту на три месяца. Ну, карту студентов на проездные, на все виды транспорта. Все-все-все сделали. Как бы вот очень-очень было первое впечатление, что нас не бросили, потому что вот у нас есть знакомые, которые все это делают сами. Они сами регистрируются в полиции, сами там делают себе open-карту. Потому что мы, когда первый раз попали сюда, это сейчас, конечно, мы можем понять, куда что пройти, куда где что сделать. Тогда мы вообще смотрели, как, не знаю, все для нас дико было. Мы даже не могли понять, какую сторону по улице мы только что прошли. Все-все-все сделали. Вот для этого вообще было как бы для нас большим-большим плюсом, то, что вот нас сразу все-все-все показали, все-все сделали. Когда мы пришли на учебу, нас также очень-очень-очень встретили хорошо, влили в коллектив, мы со всеми познакомились, сразу же подружились. У нас группа небольшая, ну как бы там все группы небольшие, нас 11 человек. И вот преподаватель мне очень нравится, потому что почти каждый индивидуально, он с каждым индивидуально подходит. Вот он знает уже примерно у кого какой характер и кому как что объяснять. Кому-то нужно преградить, от кулаком выстучать, кому-то наоборот. И вот она понимает, у нас два преподавателя, одна по грамматике, другая по разговорной речи. И вот мы преподавателю очень нравимся. Вплоть до того, что у нас доходят дружеские отношения, что давайте я вам схожу, покажу, давайте мы сделаем то, нитку с иголкой мы не могли здесь сто на месяц купить, преподаватель нам принесла нитку с иголкой свою, вот, пожалуйста. Преподаватель очень хорошая, школа вообще сама хорошая, директор, мне нравится, у него всегда открыта дверь, какие вопросы, пожалуйста, заходи, спрашивай, в любой момент все подскажет, расскажет. То есть, на самом деле, легко в отношениях, помогает очень хорошо, и поэтому никакой вот замкнутости, наверное, отстраненности, да? Ну, это хорошо. Вы заметите уже, Анжелика, прости. Вы заметите уже, что вы могли сдать первый тест на первый уровень языка, языковых знаний А1. Как вот вам удалось это, насколько это легко было, или немножко непросто? Ну, сам тест, он, я не скажу, что он тяжелый, просто нужно понять, как это устроено. Вообще, чешский язык очень похож на русский. Те, кто владеет русским языком, много очень похожих слов, много очень каких-то вещей, которые похожи. Просто нужно понять само построение каких-то вещей, грамматику, и саму грамматику понять. Не скажу, что это прямо так совсем уж сложно, это можно осилить, можно освоить, человек, когда хочет, он может освоить все, что угодно. Занятие у нас проходит в очень хорошей обстановке. Мне нравится сама модель, то, как проходит наше занятие. Такой, как вам сказать, европейский стиль. Да, европейский такой стиль, это какая-то непринужденная такая обстановка стоит во время урока. Он все объясняет, рассказывает, тут же может быть что-то подсказать, рассказать на каких-то бытовых вещах, ну, то есть обыденных таких жизненных вещах. Ты можешь спокойно поинтересоваться у преподавателя. Ну, конечно, они всегда нам говорят, что мы только на чешском, только на чешском. Если что-то хочешь спросить, то допустим, какие-то бытовые вопросы, да? В первое время ты когда придешь, у тебя таких вопросов, целое, просто, очень много таких вопросов, вот для того, что как пройти там, на то истановке, как доехать на то истановке. Если ты спрашиваешь, она на чешском подумает, и на русском объяснить, то есть... Правильно, вы в процессе общения изучаете язык. Да, в процессе общения мы изучаем язык. Мы, допустим, у нас преподавательство, эта девушка молодая, ну, как бы она... Ну, у нее очень, как сказать, она хорошо владеет русским языком, и какие-то вещи, допустим, истории, допустим, какие-то... По истории, да, вот по чешской истории, она может рассказать вам на чешском языке. Если что-то мы не поняли, она в случае нам, ну, как бы, поясняет. Сама модель, да, очень... Вот эта сама модель построения, как бы сказать, учебного процесса, она отличается, и в такой атмосфере, как ты лучше усваиваешь это все. И начинаешь вот какое-то общение такое непринужденное, вроде, с одной стороны. И вроде есть эта грань учителя-студенты, и вроде, с другой стороны, ее и нет, эта грань. То есть, если сравнивать с Россией, то там преподаватель или профессор заходят в бой, у него боишься порой лишний раз спросить, если бы не ты его любимчик. А тут вообще на любые темы можно поговорить, любые вопросы задать. Ну, наверное, это происходит, потому вы сейчас знакомитесь с жизнью Чехии, с жизнью социальной средой. Конечно, все вот эти ваши бытовые вопросы, которые вы с нуля на чешском языке озвучиваете, да, в процессе вот такого общения вам они даются легче. Да. То есть, и в то же время она и нам помогает решить вопрос, и в то же время вот это все на чешском языке, и ты понимаешь какие-то базовые вещи, которые как бы становятся основой. Построение, даже элементарное построение предложения, построение вот этих диалогов, очень много. Потом это очень может пригодиться, даже вот мы по магазинам ходили, уже мы пытаемся сами разговаривать на чешском языке не просто потому, что так надо, а потому что мы хотим. Как бы мы ходили, скажем. Мы там стараемся практиковать. Это правильно. Вы приходите в чешский магазин, вам надо, чтобы вас поняли. Да. Что вы хотите на самом деле. Как по поводу учебных пособий, как вам помогли их приобрести? Их можно приобрести прямо в школе, то есть, когда по приезду нам сразу там есть комплект учебников, что я покупаю. На каждый месяц, получается, мы каждый уровень, на каждый уровень два учебника, плюс еще диски с заданиями. Вот мы приобретаем эти учебники, дома можно заниматься. Ну, как бы очень даже хорошо, нет такого, что идите там купить, идите там посмотреть, можно там купить. Все это у них приобретают достаточно. Сейчас вы начали уровень А2 осваивать, да? Да. То есть уже самое элементарное, знаете, вам стало хорошо. Уже просто, уже как-то смотришь по-другому на это, потому что я думала, вот как у человека спросить, как пройти, или если у меня спросят, как пройти, я не смогу объяснить, то сейчас я понимаю, что это не так сложно, вполне вообще реально. Анжелика, вот как вы думаете, на самом деле для любого этот язык не такой уж сложный? Для русскоговорящих? Да, для русскоговорящих, вот украинцы, белорусы, им очень легко, потому что очень похож. И даже больше похож, чем с русским. Да, это язык славянской группы, он очень близкий нам, конечно. У нас девочка учится в Белоруссии, так она вообще там легко говорит, она говорит, что это очень похоже на мой язык. То есть вы можете посоветовать друзьям, другим студентам, которые интересуются Чехии, не бояться изучения чешского языка, не бояться самой страны, значит, приехать туда свободно и общаться и учтить для того, чтобы поступить в дальнейшем. Да, да, бояться абсолютно нечего, абсолютно нечего. Если в плане осваивания языка, это как бы, как вам сказать, это не то, чтобы прямо легко, да, это доступно, это все понятно, это нет, здесь, допустим, тоже школа, где все идут к тебе навстречу. Если ты хочешь, то и тебе, соответственно, люди также помогут. Если ты будешь сам к этому стремиться, тебе также помогут. Тебе никогда не откажут, тебе никогда не скажут, давай в следующий раз, тебе помогут всегда, объяснят, если что-нибудь не понял, ты можешь обратиться, объясните мне, пожалуйста, я там не понял, вот, язык помех. Тебе объяснят, подскажут, укажут, все, помогут. Поэтому в этом плане, что осваивать язык, нет, здесь вообще абсолютно бояться нечего, не надо бояться нечего. Здесь, на самом деле, очень красиво, все замечательно. И, допустим, мы живем в общежитии, и здесь все, как бы вам сказать, здесь все условия для того, чтобы учиться. Здесь созданы все абсолютно условия для того, чтобы учиться. по интернету здесь, как бы это очень хорошо, без проблем, очень хорошая скорость. Вот мы живем вдвоем в комнате, у нас для каждой свой стол, для занятий, лампы настольные есть, как бы это все. У вас есть возможность приготовить себе пищу прямо здесь? Да, да. Холодильник у нас тоже, здесь прямо в комнате. Ванная, душ, у нас все вместе станут, не надо ходить там. Это все наше отделение, на два человека все рассчитано. То есть, в плане общежитий, допустим, если кто-то из России, то это представление ломает все рамки. Да, общежитие, это, как бы вам сказать, такое, совсем другое понятие. Да, общежитие в Чехии, общежитие в Праге, конечно, российские общежития. Все условия, чтобы учиться. То есть, если человек хочет учиться, если хочет человеку познавать что-то новое, стремиться к чему-то более, к чему-то еще узнать что-то новое, здесь есть абсолютно все условия, вот именно для того, чтобы учиться, познавать что-то. Потому что здесь столько исторических памятников. Мне кажется, тебе не хватит даже месяца, двух, чтобы все вот это вот изучить, посмотреть. Очень много. Ну, хорошо. Спасибо, девочки. Давайте мы про исторические памятники и про город поговорим. Следующий, Андрей, еще хорошо? Хорошо. Спасибо.